Привет всем! Все общественные мировые СМИ твердят о том, что потенциально опасный астероид приблизится к нашей планете 24 июня 2020 года. Давайте послушаем новости с первого канала. Летит к нашей планете на максимально близкое расстояние. Это случится около часа дня по Москве. Впрочем, увидеть невооруженным глазом небесное дело не получится. Хотя астероид отнесли к категории потенциально опасных, из-за того, что траектория его движения пересекает земную орбиту, пролетит он все же на безопасном удалении, более чем в 6 миллионах километров от нас. Итак, будет ли конец света или нет? Давайте разбираться вместе. НАСА предупредило землян об угрозе астероида 24 июня 2020 года. В течение нескольких месяцев сотрудники НАСА отслеживают скоростной астероид, летящий на скорости 34 тысячи километров в час. Действительно, это просто огромная, просто колоссальная скорость. И этот астероид находится на возможном курсе столкновения с Землей в 2020 году, а именно 24 июня. По оценкам НАСА, вес небесного тела составляет около 16 тонн. На самом деле страшно подумать, что может произойти, если этот астероид врежется в нашу планету. Но я поспешу вас успокоить. Ни в коем случае не нужно доверять общественным СМИ, лжеученым. Вы можете быть абсолютно спокойны. Никакого столкновения, и уж тем более конца света не будет. Именно сейчас мы с вами это будем разбирать. Как известно, некоторые астероиды и кометы следуют по орбитам путям, которые приближают их к Солнцу и к Земле больше, чем обычно. Ряд ближних астероидов называют потенциально опасными. У них есть шанс поразить Землю в будущем. Но уж явно не в этом году. Как мы все помним, буквально недавно, а именно 6 июня, мимо нашей планеты пронесся огромный потенциально опасный астероид. Давайте вспомним именно детали, которые нам рассказывали. НАСА сообщало, что к Земле приближается астероид 2002 НН-4. Он уже пролетел мимо нашей планеты на расстоянии более 5 миллионов километров. Это расстояние действительно очень большое. Тем не менее, его называют потенциально опасным. Что это значит? Обязательно напишите в комментариях, сначала поставьте паузу, напишите в комментариях, как вы считаете, что означает вообще словосочетание потенциально опасный для нас астероид. Напишите в комментариях и потом просто сможете сверить ответ. По предварительным данным, размер небесного тела от 250 до 570 метров. Открыт астероид был в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он делает примерно за 300 земных суток. 6 июня в 6 часов 20 минут по московскому времени он пронесся со скоростью 11 километров в секунду. Это, конечно, просто бешеная скорость. Вы представьте, за секунду он преодолевает 11 километров. То есть это очень, действительно, очень большая скорость. Достаточно далеко от Земли он пролетел. Это расстояние в 13 раз дальше, чем находится орбита Луны. И все же, по оценкам экспертов НАСА, такие объекты относятся к категории потенциально опасных. Все дело в том, что их траектория пересекает орбиту нашей планеты. Итак, потенциально опасными называются именно те астероиды, траектория которых пересекает орбиту нашей планеты. Ведь самое страшное, просто ужасно будет подумать даже, если наша планета и астероид пересекутся в этой точке пересечения наших траекторий. Это будет просто катастрофой. Астроном Владимир Коваль считает, что вероятность столкновения астероида с Землей 24 июня, хоть и крайне маленькая, опасность состоит не в самом астероиде, а в неопределенности его траектории, заявил специалист телеканалу «Звезда». Считается, что когда такие малые тела проходят где-то на расстоянии Луны, они потенциально опасны. На их траекторию полета может что-то повлиять. Их будут притягивать и Земля, и Луна. Чем ближе к массивному телу пролетает, тем больше их траектория может измениться. Но вероятность всегда очень маленькая, что они точно попадут в Землю. Итак, в чем состоит опасность этих астероидов? На самом деле, все мы знаем, что более крупные тела в нашей планете, они притягивают маленькие крупицы. Например, мы знаем, что Луна притягивает мировой океан. Она влияет на мировой океан. В то же время, Земля притягивает на определенное расстояние Луну. Это как магнитные поля. Именно поэтому ученые считают, что если астероид будет пролететь на очень близком расстоянии от нашей планеты, то наша Земля может притянуть этот астероид. И это может привести к катастрофе. Но, слава Богу, ничего такого не произойдет. Так что можете спать спокойно. Старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нарьянков убежден, что никакой угрозы для Земли и человечества этот астероид не несет. Так что 24 июня ничего плохого не произойдет. Вам нужно еще больше фактов. Ну ладно, идем дальше. Объект 2002-NN4 относится к группе околоземных астероидов АТОН. Их орбиты регулярно пересекаются с орбитой Земли, поэтому они представляют интерес для астрономов. Но все же их сближения с нашей планетой рассчитаны на много-много десятилетий вперед. Известно, в какой день, на каком расстоянии и даже с какой скоростью пролетит астероид. Например, тот же самый 2002-NN4 в следующий раз пройдет 7 июня 2029 года на расстоянии 8,8 миллионов километров. То есть еще дальше от Земли, чем сейчас. Итак, мы видим, что ученые НАСА могут довольно точно определять время и сроки, когда этот астероид сделает целый круг и вновь вернется, чтобы пролететь мимо нашей планеты. Но в то же время давайте представим, что какие-то небесные тела могут врезаться в этот астероид, и, соответственно, астероид может поменять свою траекторию. Это то же самое, как бильярдные шары. От удара они могут покатиться не в ту сторону, куда нужно, а в обратную. Именно этого и боятся большинство ученых. К сожалению, на сегодняшний день ни НАСА, ни Роскосмос не смогли создать оружие, или лазерное, или ядерное боеголовки, которые могли бы взорвать астероид в небе. Хотя теоретически работы над этим проектом, конечно же, ведутся. Например, давайте посмотрим на эту картинку. Здесь якобы несколько станций космических МКС выпускают мощные лучи на астероид, на метеорит, на астероид, и якобы это должно вызвать мощную реакцию, взрыв. Но давайте представим просто, если эта огромная грыба, эта огромная гора, она расколется на несколько частей, соответственно, на Землю могут упасть осколки. Соответственно, это не является выходом. Единственное, что возможно, это действительно взорвать на очень-очень мелкие крупинки астероид. Но на сегодняшний день, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, веке высоких технологий, но, к сожалению, таким оружием и такими технологиями мы еще не обладаем. Кто-то скажет, ведь на Земле есть ядерные боеголовки, межконтинентальные баллистические ракеты и так далее. Но, поверьте, скорость падения, полета этого астероида настолько велика, что ни одна боеголовка не сможет с точностью попасть именно в этот астероид. Во-первых. И во-вторых, мы просто не можем представить, какие последствия и на сколько кусочков астероид может разорваться и, соответственно, может просто глыбы камней падать на все человечество на нашей планете. Мы сейчас думаем о будущем, но на сегодняшний день переживать не стоит, потому что 24 июня 2020 года огромный астероид пронесется мимо нашей планеты. Никакой угрозы для нас этот астероид не представляет. В любом случае, если вы ждете новых видеороликов, если вы хотите, чтобы мы разбирали, как теоретически мы можем избавиться от этих потенциально опасных астероидов, напишите в комментариях, ждем продолжение плюс, и мы снимем продолжение. А теперь вы можете быть абсолютно уверены, что ничего плохого в ближайшие столетия не произойдет. Желаю всем добра, всего доброго и до новых встреч.